Климакс Ну что ж, давайте работать в рамках сегодняшней нашей темы. Климакс это, конечно, для тех, кто уже достиг определенного возраста, хотя трудно теперь сказать, когда начинается климактерический период. Раньше как-то вот в учебниках было написано, что климакс это такое состояние, в которое вступает и женский, и мужской организм, особенно женский, после определенного количества лет, например, 45, и главным критерием которой является прекращение менструации. Дело в том, что сейчас, к сожалению, эти критерии сместились на более ранние возрастные группы. Известны проявления и раннего климакса, может быть, это не такой климакс, чем он представлен у более пожилых людей, но тем не менее надо об этом помнить. И критерий климакс это тогда, когда прекращается менструальный цикл, это в корне неверный. Чаще всего климакс начинается на несколько месяцев, а то и лет раньше, чем исчезает вот эта черта, которая раньше считалась непоколебимо верной. Поэтому климакс не надо рассматривать, мы будем об этом часто говорить, как процесс, который связан только с функцией половых гормонов. Несомненно, вина половых гормонов формирования климакса великая. Она достигает где-то, наверное, почти две трети всех причин климакса, но существуют и другие причины. Вы знаете, что у человека климакс, собственно, даже общаясь со своими знакомыми, вы знаете, что такое климакс. Климакс – это нарушение общего самочувствия, прилива, тахикардии и, главное, старение. Почему-то большинство женщин считает, что появление климакса как такового – это предвестник именно старения конца жизни. На самом деле это далеко не так. Американцы относятся к этой ситуации по-другому, но мы, пусть даже и не американцы, должны немножко поменять свое отношение к текущим событиям. Да, это неприятно, но далеко не у всех это состояние протекает с немодомоганием, подавленным эмоциональным настроением, не у всех это, кстати, депрессии, хотя, в общем, довольно распространенное явление эти симптомы. На самом деле климакс – это другое состояние организма. Климакс связан с нарушениями не только половых желез. К сожалению, на картинке у меня этого нет, поэтому вам придется немножко, может быть, вспомнить картинки предыдущие. Сама эндокринная система, она очень сложная по своей структуре, слайд таковой будет. В этом комплексе очень много желез, но для нас сегодня важны, собственно, две точки. Нельзя даже сказать, что это гормональные железы, это комплексы желез. Это то, что писали раньше, относящееся именно к гормонально-энергетическому понятию. Вообще это и медицинское понятие. Вот если представить себе подкорку человеческую, то вы можете, сколько раз уже ее показывали, эту картинку, у человека существует так называемая команда парад. Не очень русское слово, но оно, тем не менее, остается. Оно остается с человеком до климакса, в климаксе и после климакса. Что это за команда парад? Это нейроэндокринная система, куда входят центры нервной эндокринной системы человеческого организма. А иммунитет – это третья сторона равнобедренного, кстати, равностороннего треугольника, если бы такой, так можно было бы сказать, с точки зрения геометрии. Вот представьте себе такую ситуацию. Вот выходит на какой-то другой уровень функционирования нарушается функция эндокринной системы. Естественно, первая же реакция, которая затрагивает не столько гормональную систему, сколько на первом этапе нервную систему, отсюда и эта симптоматика, которая есть. С чем это связано? Ну, мы постепенно все уходим на пенсию, рано или поздно, те, кто доживает до этого счастливого промежутка. Вот. И у человека тоже органы и системы имеют право на пенсионное, что называется, отдых. И, кстати, на пенсионное обеспечение тоже. В отличие от нас с вами, это пенсионное обеспечение мы можем немножко улучшить. Так вот, гипоталамгетезарная система, она в жизни человека отвечает за что? За админ дырка. За админ дырка, за деление клеток. За сохранение. Вот, представьте, проходит какой-то определенный период. Клетки любой ткани, например, кожи, волос, ногтей, они должны, как вы знаете, расти и сохранять свое качество. Поэтому, хотя волосы – это недостаточно хороший пример, это больше хитиновое образование, но, тем не менее, рост их зависит от луковицы. Следовательно, к клеткам, которые обеспечивают рост и сохранение молодости. А ведь молодость – это тогда, когда человеческий организм растет. Не обязательно он будет расти в высоту. Хотя мужчины растут дольше, женщин, и высоту тоже. Вот, взгляните на миллионера Прохорова, он экземпляр не столько, скажем так, раньше говорили, вот, кругом у нас дети более высокие, длинные, несообразные. Нет, он вполне пропорциональный. Просто его гипоталам, гипотезарная система обеспечила ему постоянный прирост. Как это происходит? Клетки отслужили, погибают. Ничего в этом смертельного нет. На их место, если организм растет, например, две клетки ушли, погибли, готовы передать информацию двум другим клеткам. Будет ли при этом рост? Нет, не будет, но это будет стабильное состояние системы. Две уходят, две приходят. А вот если на место двух приходят три, это рост. Вот это в этом смысле молодость, конечно. Очень хороша, организм растет, он дифференцируется не только в наружной, но и внутри. Но, к сожалению, у нас нет периода расцвета, когда мы можем сказать, вот да, вот у нас уже организм расцвел, у него баланс, он больше не стареет. Очень многие системы, дойдя до пика вот этого роста, тут же начинают совершать обратное движение. И вместо двух клеток, которые могли бы прийти на замену отслужившим двум, приходит только одна. Вот в этом и начинается проблема не столько старения, сколько обратного развития организма. Конечно, внешними чертами старения, вы знаете, это прекрасно, является увлечение, кожа становится великоватой человеку, меняется скелет лица, меняется количество зубов, это вы прекрасно знаете, цвет волос, качество ногтей. И все это происходит тогда, когда исключается из работы активной. И это вообще-то правильно, вот вы обратите внимание на эту позицию организма. Да, новых клеток не образуется больше, чем это положено отмирающими клетками, иногда их даже образуется меньше. Но организм уже не может так контролировать деление клеток, как это было раньше, потому что и иммунная система зависит от состояния нервной и эндокринной, и, конечно, уже очень сложно отслеживать каждую клетку. Поэтому гипоталангипотезатная система, поставляющая в организм такой гормон молодости или гормон роста, он, естественно, если где-то в 20-летнем возрасте это составляет где-то, ну, возьмем за 100% величину этого гормона, то уже через 5 лет его уже становится 75% от той нормы, которую имел молодой растущий организм. Вот где климакс-то начинается, а не тогда, когда выходят из строя половые железы, а связь между нейроэндокринным верхним центром идет через щитовидную железу. И люди постарше, они уже знают, что, да, первой железой, которая падает жертвой идущего старения, климакса, это не половые железы, а это именно щитовидная железа. Что происходит в щитовидной железе? В щитовидной железе появляются некие изменения, которые очень часто числятся очаговыми, диффузными. Да, это может быть и вариантом появления каких-то обхлевых процессов, но это далеко не всегда так. Именно там, в щитовидной железе, образуются узлы или диффузные изменения, где раньше были клетки самой щитовидной железы. А возобновить их энергии не хватает, их нет просто. Вот на их месте не может же быть дырки, так происходит в любом, кстати, органе. Все это зарастает соединительной тканью. Вот как раны на коже, склероз. Вот так же развивается рубцовая, грубая, соединительная постепенная ткань в местах тех органов, где не хватает специальных клеток той же самой щитовидной железы. Поэтому вот этот путь, он очень неприятен. С одной стороны, конечно, склероз сосудов, склероз печени. Ведь вообще-то это все склероз. Цирроз печени – это просто очень большой склероз очень большого органа. Поэтому выражение пневмосклероз, цирроз, фиброз – это все чисто количественные определения одного и того же процесса. Поэтому климакс человеческий – это не только просто некое плохое настроение, приливы, прекращение менструации. Согласитесь, в общем-то, логично природа решила очень человеку столько-то лет. Он не годится для деторождения, если это молодой экземпляр. И природа прекращает менструальную функцию и отключает ее как ненужную организму. То же самое с возрастом. Есть люди, которые сохраняют длительно очень способность к деторождению. Это, как правило, очень активные пары, которые гармонично продолжают. И даже иногда дети рождаются. Вот, пожалуйста, недавно совсем мы видели людей, которые в 60 лет способны. Не они рожали, а их более молодые жены. Но, тем не менее, функция деторождения сохранится. У этих людей климакс наступит очень поздно. Но он наступит. И я боюсь, что это будут еще более жесткие условия, потому что рождение каждого ребенка у женщины отнимает определенную долю, не боюсь сказать здоровья, это не здоровье, а потенциал, жизненный потенциал. Именно со стороны половых желез. Но у нас резервы большие. Мы еще с вами сейчас вернемся к оптимистической, так сказать, ноте. Вот смотрите, здесь написано, климакс не конец жизни женщины. Естественно, не конец, потому что это переход от одного гормонального состояния организма к другому. Естественно, переход этот проходит болезненно. И некоторые вообще воспринимают, что женщина уже все увялая, она никому не интересна. А между тем, я не буду говорить о кремах, я не буду говорить об окраске волос. То есть, да, действительно, часть тканей женской, женского организма, они, в общем-то, в этих тканях организм интересован меньше, нежели сердечно-сосудистая, мочеполовая система. И поэтому частью систем приходится жертвовать. Что происходит? Кстати, об этом надо помнить постоянно, чтобы избежать дальнейшего прогрессирования этих явлений. Ну, во-первых, это неспособность волос сохранять цвет. То есть, это обесцвечивание волос. Содержать волосы в том виде, в котором они были, скажем, в 18-летнем возрасте, по густоте, по эластичности, уже женский организм ближе к 40 не может. Либо возобновить белковое питание волос, ногтей и кожи, либо смотреть на это с другой точки зрения, по этих парикмахерской покрасить то, что осталось. Я думаю, что можно пользоваться и обоими способами. То есть, восстановить и белковый обмен в человеческом организме через щитовидную железу. Об этом мы обязательно будем. Вы смотрите, ведь что характерно для текущего климакса как такового. Вообще, особенно на мужчинах это очень хорошо видно. Это угасание белкового обмена и замена белкового обмена на 9 десятых на обмен жировой. Поэтому именно и ожирение становится таким ужасным. Причем смотрите, кто контролирует, какие части организма контролируют варианты ожирения, которые вообще не мыслимых совершенно достигают объемов у мужчин и у женщин. Та же самая гипоталам-гипофизарная система, которая в свое время должна была активно работать. Значит, надо заставить гипоталам-гипофизарную систему. Благо у нас достаточно много программ на эту тему у универсала и у дельта, тем более. Все программы, которые есть, касающиеся гипофизы, гипоталамуса, генцефального образования, нейроэндокрины, я просто перечисляю их название. Все эти системы определяют белковый обмен. Белок вы берете из пищи, а мы, с своей стороны, с помощью биорезонансной коррекции исправляем те перекосы, которые существуют в принципе. Дальше, что еще необходимо помнить? Нужна щитовидная железа. Без посредника щитовидной железы ничего не получится, поэтому нормализация обменных процессов имеет в виду и эту железу. Не только на предмет лечения в этой железе каких-то патологических изменений, на включение ее в оркестр, ансамбль сложного эндокринного обменного механизма. Поэтому, чтобы быть действительно молодой, привлекательной и красивой, хорошо иметь хорошую, замечательную, обеспеченную жизнь, хорошую, замечательную косметику, вообще больше отдыхать, работать, меньше, это вполне понятно. Но, тем не менее, не все это могут себе позволить. А вот каждый из нас может позволить себе восстановить нормальное существование человеческого организма. Вот посмотрите на лицо этой дамы. Вот, если бы мы ее взяли в фигуру, всю ее, так сказать, рост, мы бы узнали, что она действительно не ожиревшая, а вовсе даже худенькое, хрупкое такое создание. Причем замеченные, вот это вот действительно так, да, действительно хрупкие создания с дефицитом веса будут иметь этот самый период климактерический, очень тяжелый, с большими проявлениями эмоциональных нарушений, именно психоэмоциональных нарушений. Иногда возникает не просто депрессия, как вот предыдущая дама, вам помните, вот эту печальную даму, которая вот тут у нас была с вами, это еще цветочки, а вот вы посмотрите, что будет в другом случае, или так можно, в общем-то, и пострадать от собеседника, который впал в климактерический психоэмоциональный невроз. Поэтому за этим надо следить, если вы видите, что у кого-то, у вас, еще у ваших знакомых появляются люди, которым пусть еще не с 50, не 70 лет, а к 35-40 годам они совершенно неуправляемые, и немотивированно агрессивные, и в общем это и есть начальные проявления климакса, пока еще менструальные функции у них будут сохраняться, а психоэмоциональный фон и кости будут далеки от совершенства. Об этом надо помнить. Чем меньше человек, тем меньше у него других проявлений климаса. А вот смотрите, лучше ли быть худым, или лучше ли быть не худым? Ну, естественно, дамы, которые имеют короткую шею, бочкообразную грудную клетку, они заранее по своему статусу, по своему... Вообще врачи гипертоников от гипотоников до периода климакса отличают очень легко, по целосложению, по святку лица. И это будет продолжаться. Гипертоники иногда становятся дистониками, то есть у них давление ранее высокое, снимается, становится в какие-то часы или дни низким, потом поднимается. Это хуже, чем ровное высокое давление или ровное низкое давление. Это неприятно, несомненно. Менее активные люди с низким давлением, но посмотрите, как страшно это может выражаться в тот самый период, когда нейроэндокринная система совсем не смотрит за, не работает, не выполняет свои должностные обязанности. И что получается? В молодости человек страдал высоким давлением, а в период климакса к этому присоединяется все то же. Все та же гипертония, головокружение, головные боли. Человек очень страдает приливами в этот период, то есть красное лицо, это очень заметно, тяжело ходить, это несомненно. А к климакторическому периоду, в общем, это может сопровождаться и тяжелыми осложнениями со стороны мочеполового аппарата. Вот для пожилых, объемных дамок очень характерны всякие расстройства в виде хорошего мозгизма мастопатии, миомы, даже эндометриозы. Хотя эндометриозом страдают больше худенькие экземпляры, нежели дамы в более таком курпулентной, как говорит один из наших знакомых, менеджеров красоты. От чего зависит климакс? Ну, климакс зависит, собственно, от решения гормональной системы, на которую вы вряд ли можете повлиять, если не принимаете. Что, собственно, происходит? Врачи говорят, становится меньше эстрогенов в эрбакте и сопутствующих им их прогестероны и так далее, и так далее, то есть половых женских гормонов. Работают они медленно эти половые гормоны, поэтому сам процесс от кромекторического угасания, синтеза и работы этих гормонов, мало того, что он индивидуален, генетически детерминирован, зависит от образа жизни, от наследственности, еще имеется и зависимость от того, пользовалась ли женщина в своей жизни какими-то искусственными контрацептивами или гормональной терапией. К подходу дефицита эстрогенового звена существует несколько разных взглядов. А давайте мы будем с вами принимать искусственные гормоны. Ну, можно сказать, давайте, но весь фокус в том, что если ты знаешь, сколько ты должен дать, что дать и кому дать, в зависимости от все это очень индивидуально, мало того, мы не знаем, как следует даже и полностью гормонального профиля. Не можем определить ваш индивидуальный именно гормональный профиль, который бы в полном объеме можно было бы дефициты компенсировать, а где-то снизить что-то с помощью неясно, правда, каких препаратов. Но ученые, например, доказали, уже давно это известно, что прием женских половых гормонов, конечно, улучшает настроение женщины, она становится более такая активная, менее гневливая, мужу, может, это и приятно, но люди, принимающие половые гормоны искусственные, всегда висят на тонкой ниточке рядом со злокачественным процессом. Поэтому мой вам совет, попытайтесь использовать естественные способы восстановления активности половых желез. мы уже с вами говорили о том, что рождение детей это, конечно, один вариант, но с другой стороны, в общем-то, обзаводиться семьей в любом возрасте нужно, когда бы этот период не наступал, потому что мы с вами не знаем своего организма в деталях, а такое простое решение, как завести семью, в общем-то, может позволить себе человек любого возраста. Но мы с вами пройдем другим несколько путем. Почему у некоторых женщин климакс наступает раньше? Ну, прежде всего это связано с неправильным образом жизни в плане одна сигарета сокращает на 15 вот тут написано, видите, выкуривание 15 сигарет в сутки сокращает репродуктивный возраст женщины примерно на 3 года. Некоторые считают еще, что одна сигарета выкуренная в день приближает к вам климакс на 2-3 года. Не важно сколько лет прибавляется, убавляется. Здесь важно, что женщины, употребляющие никотин, алкоголь, они погружаются в пучину нашего так, тут уже вопрос, давайте договоримся так, вы мне дадите сказать все, что я хочу, и ваш этот вопрос останется, я на него обязательно отвечу, я его вижу, поэтому не пропущу, обычно я прошу во время семинаров и лекций даже есть надпись дать сказать лектору, а потом уже вернуться к вопросу о данной конкретной ситуации с вашим конкретным человеком. Продолжим нашу с вами беседу. Психологическое состояние не менее важно у дам нашего с вами возраста, если вы видите картинку, тут я еще была в медицинском халате помоложе, сейчас я конечно постарше и нахожусь вот как раз в этом самом периоде вполне понимаю все проблемы этого возраста, но чего я себе не позволяю? Я не позволяю себе расслабляться, растекаться по древу, бросать на самотек работу над собственным организмом. Либо мы работаем и тогда процесс старения замедляется и жизненный уклад вам не надо будет резко менять, либо предоставляем вот не хочется лень и тогда конечно старение резко усиливается признаки старения появляются все больше и больше вы меньше ухаживаете за собой сил становится все меньше и меньше и наступает вообще не просто двигаетесь к старению а к старению качественно плохому состоянию в отличие от других женщин да действительно климакс это не весна нашей жизни часто очень ласковые специалисты корректоры называют это состояние осенью жизни действительно мозг человека в этот период уже вполне созревший понимает ситуацию которая сложилась нам остается принять это но принять можно по-разному я вам уже говорила что-то подкорректировать проанализировать свое собственное состояние все-таки все люди разные одному нужно успокоительная тактика второму более активному климакс это в общем-то ну совсем не конец жизни надо постараться не уставать продолжать вести свой обычный привычный для вас образ жизни и диорезонанс достаточно активно может вам помочь в этом да мы лишаемся многих привилегий молодости но тем не менее у нас есть и кое-что еще нет у молодых это жизненный опыт адекватность восприятия большие запасы навыков по ведению домашних работ умение сдерживать даже свои отрицательные эмоции переживания в этот период в общем-то если вы будете забудеть о своем здоровье программы коррекции мы естественно предложим вам для того чтобы бороться с разрушениями которые пытаются нанести нашему организму климактерический период поэтому будет ли ваш пожилой возраст золотая осень третий возраст сколько названий придумано для этого периода активном творческие и физические зависит не только от вас конечно но в большей степени и от вас самой собственно вам уже достаточно ясно что план биорезонансной коррекции с которой вы сейчас встретитесь в программах для каждой страны они достаточно несложны в употреблении весьма такие простые и по времени и по количеству программ но тем не менее все это опять так или иначе должно быть посвящено гормональной сфере поскольку именно гормональная система является главным дирижером наших обменных процессов поскольку климакс пытается стройность работы не только эндокринные аппараты но и нервно-иммунные нарушить мы должны воспрепятствовать этому и гормональные сбой организма не позволяет ему отклоняться от понятия баланса и нормы еще одна проблема которая возникает по ходу составления и выполнения такой программ вот здесь вот вы видите есть понятие энергетики которая часто используется и восточными специалистами медики вообще все делит на ассимиляцию построения вещества и диссимиляцию распад поэтому точно так же и хотят подойти и к энергетике человеческого организма а мы с вами должны идти своим путем мы не должны своему организму всем чакрам вы эту программу прекрасно знаете она есть в любом аппарате программа восстановления восполнения энергии обновляйте почаще энергетику не давайте себе погружаться в апатию безрадостного состояния вот это очень важно помнить при составлении любой климактерической программы к сожалению к старости к климаксу появляется именно к патологическому климаксу появляются и некоторые довольно сложные ситуации мы вынуждены с этим считаться нарушение обмена веществ несомненно захватывает и минеральный обмен и кислотно-щелочное равновесие для людей старше 45 лет больше характерно хроническое закисление организма поэтому программа ацедоз она должна быть у вас что называется под рукой и помимо восстановления гормонального баланса вы должны немножко и серьезно подумать об ацедозе ацедоз вещь неприятная это праздник паразитов это размывание костной ткани отсрочка построения новой молодой костной ткани больные суставы замедление синтеза хряща все соединительные ткани все течет медленно и совсем не так все разрушается и смывается в почке где образуется мочекаменный процесс поэтому вот комплекс он всего 21 день он достаточно простой это комплексная программа корректы климакса для аппарата бионидис и кажется ну три недели малая а вы вчитаетесь внимательно вот эта часть у меня перекрыта непосредственно слайдами тем не менее нужно помнить три недели работаете две недели отдыхаете но в это время занимаетесь не лежа смотрением телевизора например лежа на диване вот 20 дней отработали оставшиеся два у вас 14 дней дальше вы опять возвращаетесь к этому же циклу постарайтесь выполнять понравившиеся вам программы даже этого же цикла выберите то что вы считаете нужно может быть заняться немножко усилением энергетики организма очистить свой организм за 14 дней вполне можно проработать и самые крупные даже противопаразитарные программы это никогда не бывает лишней частью нашего оздоровительного процесса а здесь вы видите программы те которые и могли бы вообще-то предположить увидеть вот сейчас следующий слайд мы с вами посмотрим вот он идет да это уже универсал в универсале программы как вы знаете называются поэтому никаких проблем нет здесь есть и симптоматика основная климакс приливы неприятные неврологические симптомы ну и сами частоты которые входят и всегда влияют непосредственно на половые железы хочу вам привлечь внимание к вот этой большой базовой климакс программе она будет появляться как такая ведущая программа она построена по принципу именно стимуляции резервных возможностей гормональной системы которые расположены все в том же кишечнике помните мы с вами обсуждали что в нашей подслезистой оболочке кишечника расположены резервные клетки которые опираться на которые можно при психологических состояниях в климаксе вот частота этой программы климакс базовая рассчитана на то что в общем-то эта система не должна отдыхать и в то же время продолжать и работать то есть это эстрогены для нас в данной конкретной ситуации это источник дополнительных эстрогенов иногда спрашивают почему вот в программах по применению все того же универсала присутствует там климакс 1 климакс 2 климакс 3 климакс 4 и климакс 5 для того чтобы преодолеть ту самую тенденцию которую вы сами осуждаете то есть это удлинение непосредственно программ по времени ну согласитесь программа полностью построенный цикл 9 и 8 часовой 5 часовой это не очень удобно поэтому использование вот таких вот компактных поделенных уже разработчикам на частотные ряды программы того же климакса они позволяют пользователю в более удобной форме применять ту или иную программу вот универсаловская программа у нас получилась 25-дневная и опять же опять двухнедельный перерыв и повтор этого цикла с самого начала сколько раз в году повторять большие вот такие циклы ну раза два в весенний период особенно тяжело бывает людям страдающим отклонениями климактерического характера в осенний период два раза можем выполнить все можно распланировать и постараться за собой ухаживать те кто за собой не ухаживают увы страдают от тех неприятных болезней которые уже приобретают самостоятельный характер и вырастают непосредственно из этой начальной функциональной проблемы и становятся самостоятельной болезнью ну вот что я вам хотела сказать а а а